Здарова, с вами Грани Гика, меня зовут Паш Сёр, сегодня со мной Дима Киворков, я думаю вы его помните по рассказу о том, как Лилит превозмогла Никодима. Леди Джастис. Да, Леди Джастис превозмогла Никодима. И Дима у нас по сути теперь отвечает за спин-оффы страшных гик-сказок. И сегодня нам Дима расскажет о чем? О глобальной кампании очередной, которая называлась Расходящиеся пути, она же Divergent Path, которая проходила осенью 2016 года. В результате которой мы получили три новых моделей, собственно за них и шла борьба. У нас было три персонажа, которые появлялись в Малифо и по итогам кампейна можно было получить их в виде модели в ту или иную фракцию. То есть в процессе развития кампании они обретали те или иные способности и по итогу в конце определились с фракцией. Да, то есть было пять этапов по две недели, в каждом из которых ты получал сюжетную миссию и мог ее играть с друзьями, соперниками, в клубе, неважно, и задавать результаты. Соответственно по итогу каждого этапа побеждала та или иная фракция за того или иного персонажа и он получал те или иные способности. При этом для баланса количество побед делилось на количество игроков за эту фракцию и нельзя было каждый раз выиграть сразу нескольких героев. То есть у тебя должна была быть только одна победа у фракции за одного героя в этой неделе. А ты мог, скажем, играя за Неверборнов, давать свою победу арканистам условно? Нет, ты должен был играть бандой и соответствующий фракции, но если ты дуал и у тебя есть другая банда, соответственно тебе никто не мешал. Ну ладно, давай, приступим. С чего все началось? Итак, ну как всегда началось с плохого, Товшет Малифо. Как мы уже не раз говорили, когда ты пребываешь поездом через разлом, с тобой может произойти странная, а именно в тебе может пробудиться магия. И действительно с тремя нашими героями именно это и произошло. Наши три герои это самодовольный джентльмен Фердинанд Фогель, авантюристка Сирена Боуман и любопытная девочка Марлена Вебстер. Правда, в тот момент мы не знали их имен, мы знали только вот эти их описания образные, как в викторианских романов. То есть некая девочка, некая дама и некий мужчина. Да, то есть мы видели их портреты, но как их на самом деле зовут, мы не знали, потому что на самом деле их имена могли поменяться. В ходе кампейна я приведу примеры последствий. Вот. Эти события происходят уже после того, как наш дорогой Китченер улетел, поэтому администрация Марлоу... Ужесточила? Ну как, оптимизировала. Оптимизировала. Да, что раз у нас в поезде может пробудиться маг, наверное, логично охотников на ведьм поставить на перроне, а вдруг что? И действительно на перроне теперь дежурят охотники, при них есть эти гончие сталкеры, вичлинги. И вот, почувствовать новых жертв, они устремились в погоню за вновь прибывшими. Вот. Я в силу различных причин начну с девочки, Марлен и Вебстер. Естественно, маленькая девочка справиться даже с этими маленькими, казалось бы, сталкерами, вооруженными там мечами и пистолетами, сама не могла. Кто-то должен был прийти и на помощь. И в данном случае ей на помощь пришел всеми нами любимый гигантский плюшевый мишка Тедди. Вот. Он легко справился с этими сталкерами, но они при смерти взрываются, как нам известно, и, естественно, мишка сгорел. Ну, такое бывает. И пока девочка начала оплакивать и тушить спасителя, к ней подходит виду Уивер, подова ткачиха. Да, и все происходит посреди Малифо в Даунтауне. Ну, нормально. Бывает. Вот. И сказала, что не плачь, девочка, мишку можно спасти. Вот. Это как раз была первая победа фракции нерожденных на девочку. В зависимости от того, кто бы ей пришел на помощь, она могла получить рунный пистолет одного из сталкеров, могла получить талант в поглощении душ, могла получить магию огня, могла связаться с наемниками, которые заставляли ее работать, сделать грязную работу, она бы закалилась, но в какой-то момент сбежала с деньгами и соулстоуном. А огненную магию она получала от арканистов или от гильдийцев? Да. От арканистов она получала огненную магию, а если бы победили гильдийцы, она бы подобрала рунный пистолет сталкера. А кто бы ей помог? Ну, там непонятно. То есть, либо она как-то сама справилась с ними, либо просто из гильдийцев пришел ей на помощь, мы точно не знаем, сколько это не было описано. Нам каждый раз приводилось описание краткое, что было бы. А вот уже подробности мы узнавали постфактум, когда они прописывали четкую историю. Ну, обычно считается, что на помощь приходят представители какой-то фракции, победившие, и таким образом она получает соответствующие бонусы. Так, если бы победили гребли, она получила бы сеездового петуха. Отлично. А если бы победили азиаты наши любимые, то она бы научилась исцелять при помощи ци. То есть, пришла бы какая-нибудь чаяки, да? Ну да, вот что-нибудь такое, там лимонашка какая-то. Вот ее бы научили так. Дальше вернемся к истории. Чтобы спасти Мишку, он залатать. И вдова сказала, тебе нужны заплатки, желательные из вещей, которые вносят какие-то могущественные люди. Ну, потому что они тоже... Наделяют силу. Да, да. Какой-то магический осадок приходит. Ну, такое тоже религиозное отчасти воззрение, которое существует и в реальной жизни в некоторых верованиях. Вот. И действительно, при помощи различных помощников девочке это удалось. Вот. При этом она сшила под руководством вдовы Мишку обратно. Он получился поменьше, конечно. Но из остатков ткани она еще и кукол себе сшила. Вот эти вот Wicked Dolls. Вот. Которых она тоже теперь могла сшить. Они тоже ожили и дальше с ней начали ходить. Вот это опять убедили нерожденные. То есть, они прям... Да, это уже вторая. Это уже вторая победа. То есть, если в первый раз она получила себе Мишку, то теперь она получила себе еще и кукол. Если бы победили другие, у нее могла бы жизнь сложиться совершенно иначе. Например, она могла бы попасть на глаза Нелли Кокрейн, которая бы распиарила ее и бедную сиротинушку усыновила бы богатый гильдийский промышленник. То есть, была бы хорошая жизнь у девочки. Или к ней могла бы подойти другой репортер, Молли Сквидпич, которая бы, ну, тоже там, привитила девочку. И пока девочка спит, она бы Мишкина ошептала страшные-страшные тайны. И Мишка вот с такими глазами сидел. И, да, и что-то потом, как Филипп или кто-то из банды Молли, мог бы делать страшные. Или же девочка могла вместе с Мишкой вступить в театр Калет-Звезда. И там бы выступала с Мишкой на сцене. Тоже так, мило, по-доброму. Хуже, если бы в нее напали чумные крысы и просто покусали ее и Мишку. Собто Мишка стал бы заразным и распространял чуму. Да и девочка, видимо, тоже. Ну, девочку там не покусали, но, понимаешь, учитывая, что девочка рядом с Мишкой, соответственно, она бы тоже заразила и все вокруг начала заражаться. Как бы наш любимый тиран чума, вот он так работает. А если бы Мишку похитили гремлены, то девочка бы тоже пришла за Мишкой к Такетам, а у Такетов там есть вот малышка Такет, тотем мамочки, которая тоже очень любит кукол, и они бы нашли очень много общих тем для разговора. Сдружились бы. Да, да. Ну, две маленькие девочки сдружились и начали бы вместе играть в кукол. Ну, и такая более, может, криповая версия эта азиатская, что она встретилась какой-то загадочной азиаткой, которая дала бы ей прям отрезы шелка, правда, от кровавленного, и на прощание подарила бы странный веер какими-то живыми картинками демонов. Ну, скорее всего, имелось в виду Асами. Тем временем, действительно, своим этим новым друзьям девочка поплакалась, что вообще-то она приехала с родителями, но пока была всякая беготня со сталкерами, они разминулись, и теперь она не может их найти и охочет домой к маме с папой. И Мишка приревновал, потому что, ну как, он вообще-то хотел тут сидеть, играть с девочкой, какие-то родители еще заберут, ай-яй-яй, и сказал куклам, что найти и убить родителей. Ну, это же нерашлемные, они такие. И действительно, третий этап, это куклы, которые где-то раздобыли список пассажиров этого судьбоносного рейса, и начали искать кого-то, кто поможет им убить родителей. Они предлагали соулстоуны. Да, это все еще посреди малифон, у вас бегают куклы. Эй, пацанчик, поможешь убить двух людей? А вот те соулстоуны, где они их нашли, не знаю. Но, тем не менее, очень смешной момент. Ну, после этого стало не смешно, потому что они таки нашли и убили родителей девочки, и все бы, наверное, у них сложилось просто, если бы мимо не проходила Расти Элис, ржавая Алиса, которая просто, она тоже такая тинейджер, есть скучная, раздокается над тем, что стреляет людям в голову. Тут, о, куклы, давайте я хоть куклу в голову постреляю. Собственно, этим и начала заниматься. Куклы от нее, естественно, побежали. Последняя успела добежать до девочки. Алиса пристрелила куклу, видит, вот, девочка, мишка, дай их пристрелю. Вот, но тут в последний момент врывается Леветикус, который просто отбивает пистолет, пуля уходит в молоко. Моет, ммм, девочка, у девочки есть магический талант, дай-ка я возьму ее себе на воспитание. Ну, Алиса, конечно, этим очень недовольна, но что поделать. Вот, это в гонку, как понятно, ворвались изгои от касты, и девочка пошла жить к нашему старому доброму некроманту. А пути какие были, альтернативные? Да, все могло сложиться иначе. В частности, ее могли приютить Артеги, и, наверное, поэтому девочка выносила фамилию Артега. И она как раз занималась в том числе тем, что катала бабушку на инвалидной коляске, а там бы ее учила жизни и, в частности, командовать всеми этими обормотами. Или же кукол мог опередить Шеймус, который как раз убивал маму девочки, посмотрел на кукол, кинул им шляпу свою, они принесли девочке шляпу, она надела, а там ее страшный голос такой еще начал шептать. Слизерин. Ну, практически, да. Зелененький. И поэтому она бы стала, так сказать, безумной некроманткой в стиле Шеймуса. Или могли ее родители оказаться членами профсоюза, которые как раз куда-то уже уехали, но она бы наткнулась на Тони Айронсайд, впечатлилась бы, как она там врагов раскидывает, повесила бы в себя там в коморке плакат Тони, начала бы заниматься боксом с Мишкой в качестве груши. То есть, так было, девочка с боксером и Мишка. Ну, или, как тоже печальный вариант, если бы дальше мы пошли по нерожденным, там бы куклам помогла Кэнди, которая бы потом пришла к девочке, рассказала, как она убила ее родителей и оставила их конфетки. И девочка бы чуть не съела эти конфетки, но Мишка вовремя выбил из рук и сказал, что это яд, мы его будем пользоваться как оружие. И в смешном варианте, эти куклы могли бы решить, что родители девочки это гремлины. Ну, как бы это же кукла тоже. Тогда бы настоящие родители все-таки выжили и нашли бы девочку, и даже подарили бы ей ездовую свинью. Странный подарок. Ну, Малифо, что есть. Дорогая, мы купили тебе свинью, в честь того, что ее нашли. Да, сделали седло, теперь ты можешь кататься на свинке, раз тебе петух не достался, то свинья хоть получше, чем петух в чем-то. Если бы мама девочки была из 10 граммов, то от нее бы осталось кимоно и маска, и можно было сделать из них маскировку, опять же, для себя и для Мишки. Мишка в кимоно такой, в маске. Вся кимоно в маске в этом плане очень смешно. Да. Соответственно, девочка стала жить с Леветикусом и с Алисой. Естественно, жизнь как-то не складывалась, потому что Леветикус так взялся серьезно образование маленькой девочки и очень злился, что он не понимает биохимию, сопромат и какую-нибудь метафизику. Как это можно не понимать? И даже ее магия не так почему-то быстро растет, как ему бы хотелось. Что-то он хочет от маленькой девочки, чтобы она сейчас стала доктором наук и мастером меча и магии. Ну, Алиса вообще, понятно, она просто хотела ее как-то изжить всячески. Заревновала. Ну, вообще, да. Она вообще такая стихическая девочка. Ну, и, конечно, при первой же возможности Марлена сказала, давайте я хоть что-нибудь полезное сделаю вне дома. И отправилась искать металлолом для Леветикуса всевозможный. И на очередной свалке нашла ни много ни мало останки Камайну, этой вот там ожившей механической собаки азиатской. И потащил это к Леветикусу. Леветикус такой посмотрел, интересно. Вот. И сделал из останков этой собаки металлические когти для Мишки. Вот. Приделал к нему. А в этих когтях остался дух защитник, который жил в этой механической собаке. И он переселился в Мишку. И Мишка стал такой-то более серьезный, что он должен защищать девушку из-за его невербордовских, какие-то замашки, ушли. Все, он стал таким настоящим Мишкой-защитником. И сразу, естественно, тут же давал понятие Алисе, что типа не подходи к моей девочке. Это мой сёгун. Да, практически. Да, то есть, как мы понимаем, победа досталась 10 граммам внезапно. В какой-то веке. Да, в общем, борьба уже напряженная, потому что уже третья фракция врывается в гонку. И остался уже финальный этап. Вот. Но что могла найти девочка еще на свалке? Она могла найти гарпун от Хантера гильдейского, могла найти гравитационный генератор Анны Лавлейс. Он что только не выкидывает на свалку. Могла найти мобильный инструментарий Mobile Toolkit и научиться, соответственно, с ним работать. Могла просто найти камень-душ, который бы как-то так подходил очень Мишке. Это вот вариант для Ниверборнов. Какого бы Тони Старка бы добавить в груди? Ну, что такое, да. Потому что как бы Мишка волшебный, камень волшебный. Все хорошо. Синхронизировалось бы. И еще Гремлина в кого? Гремлина. Она встретила Вонга ни много ни мало, который подарил бы ей гальциногенные грибы. Я думал, там остатки виски-голема какого-то будет. Ну, как бы, видать, эти грибы добавляли тоже в виски. Но, так или иначе, из этих гальциногенных грибов куклы бы просто сделали себе яд для игол. Они были бы не просто ядовиты, они бы еще гальцинации вызывали. Ну, и если бы убедили изгои, Алиса бы ни много ни мало подкинула как раз тела родителей на свалку. Потому что девочка так и не знала, что родителей убили. А тут бы, да, подкинули родителей. Родители бы в этом варианте были бы наемниками. Они и были наемниками, потому что убедили изгои. Угу, до этого. И девочка, поплакав бы, взяла такие крутые пистолеты мамы вот, с тела и ушла бы в закат готовиться отомстить. Там же что-то, подлая Алиса убила моих родителей. Я вернусь, я отомщу. Но как-то это не сложилось. Вот. И тем временем по городу пошли слухи, что вообще-то вот бедная сиротинушка там живет насильно, видать, с этим безумным некромантом, с безумной убийцей. Вообще, надо ее срочно спасать оттуда. Все ювенальные юстиции, все дела, просто справедливость. И, ну, ни много, ни мало, понятно, напали посреди ночи на этот ломбард Леветикуса, но в ходе перестрелки шальная пуля попала в девочку и она, по сути, погибла, да, но, поскольку там есть Леветикус, он сумел ее спасти, сделав из нее аналог Холлоуэйфа, своей пустышки. Но, правда, девочка была настолько, так сказать, сильна, логически, что она сохранила разум. То есть, она осталась вполне себе разумной, она осознает, что с ней произошло, но при этом, да, у нее как-то растерзанная душа, то есть, она как-то что-то среднее между вот этим Холлоуэйфом и настоящей девочкой. То есть, все, конечно, очень печально сложилось. Как мы понимаем, как мы знаем, девочка досталась изгоям, потому что в финале изгоя победили, и она действительно может как-то так свою душу разделять, спасая других. Но, все могло сложиться не так печально для нее, если бы победили другие фракции. Например, такой очень светлый вариант, если бы пришли, Леди Джастис, уже, про которую мы не раз говорили, спасла бы девочку, она бы купила ей мороженку и сделала вместе с Мишкой почетным маршалом смерти. Да, кто-либо там... Маленький гробик. Да, маленький гробик, маленькую шляпку. Ну, наверное, Мишка мог носить и большой гробик. Все логично, Мишка-то не нежить, все нормально. Леди Джастис не видит проблемы. Соответственно, таким же успехом девочка могла стать учеником Никодема, другого участника нашей прошлой истории. Благо, уже частично некромантию она знала, а тут бы учитель ее научил новому. У Никодема была опять проблема, что почему всякие девочки и девушки могут то, чего не умею я. он бы такой комплексовал, да. Да, да, ну вот, что ему оставалось в той жизни, вот, кем она еще могла стать. Она могла бы попасть в команду капитана Зипа, который бы ее похитил, не знал бы, что с ней сделать, начал юнген на корабле, его дал бы медальку из Солдстоуна. Или к ней могла прийти ее старая, добрая, знакомая вдова, которая бы уже отвела ее обратно к себе и заодно стерла память про все эти... Невзгоды. Да, зачем тебе, ну это, родители, злой дядя, злая тетя, все, все хорошо. И тебе полноценный Ниверборд. Если бы на Ломбард напали арканисты, там, в голове Скайерес, то Мишка, который уже один раз сгорел, он как раз бы обрел вот эту вот силу магии огня с Молдерин Харт и стал бы несгораемым. Очевидно, у девочки тоже какая-то магия огня появилась бы, которая у нее еще в самой первой части могла появиться. То есть мы видим, что какие-то были идеи у авторов, которые вот так кочевали, кочевали, ну давайте вот, может быть, тут бояюсь. Ну может все-таки огонь, да, ну может все-таки огонь. ну и тоже печальный вариант, если бы она просто под шумок сбежала из этой перестрелки, добежала бы там до какого-то заведения, где ей налили бы напиток с бриллиансом. Вот она, понятно, у нее подсела, дала какие-то за счет этого около-клотовские способности, ну что-то ей понятно воровать этот бриллианс, там грабить склады. Это тентандровский склад. Вариант по сути. На этом история с девочкой у нас заканчивается. Ну как, да, история связанная именно с самой компанией, выборы за девочку закончились. И наш сегодняшний выпуск, я думаю, тоже. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, говорите спасибо Диме за пересказ, вступайте и поддерживайте канал на Патреоне, и всего вам хорошего, пока-пока. Пока. Отдельная благодарность всем тем прекрасным и замечательным людям, тем, что поддерживают меня на Патреоне. А именно Игорь Козлов, Анатолий Джокер Коновалов, Артем Севен Ред, Евгений Мурул Сафронов, Андрей Крутик, Фидель Пиночетов, Петр Джучи Звягинцев, Волбер, Константин Гиллер Поляков, Антон Милторион Мальцев, Артем Арт Демиденко, а также Его Величество Юрий Дивайн Диван Александров. Спасибо огромное! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова